Тема, каким образом мы соединили столько разных персонажей, совершенно как бы из разных эпох, разных ситуаций, чего мы хотели. Значит, немножко скажет Алина, потом немножко скажу я, потом хорошо бы понять, кто еще хочет что-то сказать, ну, в таком более последовательном, менее дискуссионном формате, а потом уже начнем сравнивать интересы и вот разные интерпретации. Ну, тогда, Алина, вперед. Супер, да. Я бы, ну, я начала заниматься в Богдановом где-то в декабре-январе, и если вы прочитали текст, то вы заметили, что там очень много дефиниций, и когда ты читаешь, ты начинаешь копаться в тексте и теряешь общую проблематику. У меня, по крайней мере, мой опыт такой. То есть текст дает язык, в котором ты можешь говорить о мире, это круто, но общая проблематика, какие-то общие предпосылки теряются, по крайней мере, для моего какого-то, для моей рефлексии, окей. Вот. Поэтому я предложила Али поставить не только Богданова, но и добавить еще какие-то тексты, чтобы держать какой-то вопрос, чтобы мочь говорить о тексте какие-то базовые такие общие вещи предпосылочные, потому что, кажется, для меня, по крайней мере, они ускользают. Вот. Да, с точки зрения Богдана, ну, Богданов сам по себе безумно интересен, потому что он проводит очень подробную аналитику отношений. То есть для меня, например, актерно-сетевая теория не так конкретно, как Богданов, и не так материально. То есть есть много общих слов, которые в итоге не описывают, и как бы, и одновременно протестуют в принципе против общих понятий. Ну, у меня есть какие-то такие вопросы, с которыми я пока не могу решить. А Богданов здесь, наоборот, он ударяется в очень подробный анализ отношений, в очень подробную аналитику, но я не ловлю вообще, откуда он говорит, то есть как он понимает технику, как он понимает человека, как он понимает природу. Мне довелось сравнить три или четыре издания Богдановой дектологии, и я поняла одну вещь, что каждая редакция вымывала гуманистические повестки. То есть первое и последнее, если сравнивать так, первое издание, по-моему, 13-го, последнее 25-го. В первом издании он говорит о том, что человек — великий покоритель природы, и человек, как бы, ну, вот это всё очень-очень в гуманистской парадигме. А в последней он вообще убирает эти места, и вообще получается, вот то издание, которое я прикрепила, это позднее издание, и там получается какая-то вот такая странная, постгуманистическая, в принципе, какая-то парадигма. Вот, поэтому это очень интересно, и кажется, об этом нужно говорить. Вот давайте тогда я. Откуда вообще всё для меня взялось? Ну, какое-то количество, даже большое, лет назад я пыталась тоже понять, что это такое, откуда это говорится. Кроме того, что это за тип дискурса, ну, правда, у меня в голове и в опыте был тогда момент, вот этой резкой перестройки, когда меняется вообще вся система реальности, институты, коды, связи. И вот для меня это сразу попало в такую конструктивистскую парадигму, но довольно сложно. И, конечно, в 90-х годах эта парадигма была крайне маргинализована. Как только скажешь конструктивизм, сразу встаёт управление, дегуманизация и так далее. Но у меня тогда было небольшое как бы подспорье. Ну, с одной стороны, абстрактно от Деллёза, а с другой стороны от радикального конструктивизма. Это вот, собственно, лумановская группа, радикальный конструктивизм. Там, ну, помимо Матураны, который потом примкнул... Ну, Матураны, вообще, вот эта вот чилийская, как бы постмарксистская школа, которая предложила автопоэзис, работала с киберсидом, ну, как-то косвенно. Да, в общем, чилийские люди, которые восстановили идею системности, стали её пересматривать. Они эмигрировали в разные страны после чилийского бунта и включились уже в европейский круг, в сильной степени немецкий, радикальных конструктивистов. То есть опять стала возвращаться идея, что мир не управляется, мир не дан, он может быть другим. И вот, как бы, балансируя между контекстами, ну, как бы, опытом перестройки, контекстом непонятно-как интерпретируемых 20-х годов и авангардных этих способов мышления, и вот, ну, и радикальным конструктивизмом. Я тогда заинтересовалась Богдановым. Кроме того, мне было совершенно непонятно, про что вообще была революция 1917 года. И вообще, как возможно было понять, ну, там, концепцию нового человека и новых социальных институтов. Потому что это, очевидно, не делание галатеи. Да, это не... Здесь нет такого демиурга, который приходит и начинает точать мир по-своему. Да, вот это вот, как бы, такая масс-поп-идея вселенского зла, которая приходит и запускает революцию, была, как бы, очевидно дурацкая. Дальше, соответственно, а что это было? И заглянув вот в философские контексты начала 20-го века, первое, что я увидела, это борьбу с метафизикой оснований. А это очень сильно похоже, в особенности, на феминистскую философию 80-х годов. Да, соответственно, основания природности и самоданности и стабильного мира сразу встают в скобки. Да, то есть оказывается, что начало 20-го века переходит от стабильных антологий к нестабильным. И тогда просто на уровне онтоэпистемологии возможно помыслить, что реальность может быть переконструирована. И дальше, ну, понятно, что откуда ее конструировать. И вот примерно таким путем шел Богданов. Да, то есть ему было понятно, что натурализация, ну, что пролетарий, придя в систему марксовского капитализма, ее, конечно, сломает, но каким образом будет запускаться новая модель? И вот это вот процессуальное моделирование пришло, в общем, в революционный мозг Богданова, как потребность понять, а как вообще происходят изменения. И тогда он придумывает свою концепцию организации. То есть ему нужно убрать стабильность, такую материализованную сенсуальность и универсальность. И тогда он просто их выкидывает из своего лексикона и говорит о том, что, ну, любая человеческая индивидуальность, любая, ну, как бы природная система, там, клетка, общество и так далее, это все процесс организации. То есть что он делает на уровне вот этой онтологической диспозиции? Он вводит как бы медийную операцию, да, природа не дана, там, дух не дан, а есть эта медиальная, операциональная, не знаю, середина, в которой и происходят процессы, которые, соответственно, конфигурируют и общество, и все прочее, да, и природные объекты. То есть, грубо говоря, и природа получает историю, и тело получает историю. Ну, в принципе, это было не так уж ново, потому что искусствоведы активно занимались вот этими историческими формами чувственности в начале 20 века. Ну, а дальше надо понять, какая в этой ситуации агентность, потому что очевидно, что операциональные процессы, операции, они откуда-то куда-то ходят, да, и у них есть цели и агенты. Ну, примерно то же самое пытался сделать Гусар, но только в области чистого сознания, а Богданов в области вот этой практики, социально-политики. Ну, и тогда оказывается, что агентов очень много. И это вообще новая проблема, да, она была проблемой и в юриспруденции, потому что, ну, как бы везде эта новая политическая модель, тогда казавшаяся утопической, революционной, авангардной, предлагала всем индивидам, независимо от класса, вам какое-то гражданское право, участие. Соответственно, для Богданова вот эта вот мультиплицированная агентность стала большой проблемой, да, то есть надо каким-то образом в операции встроить вот эту агентность. Но более того, он сразу видит, что агентность довольно разная. Там есть слабое звено, сильное звено, управляющие. И он начинает через метафору завода перевозить вот эту вертикальную модель с классами, с иерархиями, субстанциональностью в горизонтальную модель операции взаимоотношений. То есть тут с одной стороны коммуникации начинаются, начинаются резомы, мультиагентности. И тут еще важно, что для него, как для Махиста, была важна эстетика и перцепция, и аффектация. У него там есть даже фраза, я сегодня ее нашла с удивлением, что художественные произведения это формы чувственности, которые там переносятся из одной эпохи в другую, которые фильтруют чувственность. Это как у Деллеза. Аффективные скульптуры. То есть мы не только социальные институты, но и тела, и формы чувственности, ну и научные объекты по Маху, все являются, ну как бы, историческими системами. Ну вот примерно эта позиция дала Богданову возможность набросать большое количество таких теоретических эскизов. Как бы каким образом большую страну, которая была похожа на такой вот кусок леса, можно было ввести в новые политические отношения, да, только через сетевые модели. Там базовая модель, это пролеткульт. Ну а за ней, следом за пролеткультом выстраиваются уже советы, женателы и так далее. То есть если антология нестабильна, то ее можно менять, и для этого нужно перенести акцент из данности на производство. Ну, производство он берет прямо от Маркса, но только это уже социальное, культурное и прочее производство, и в том числе производство повседневности. И тогда получается, что мы, ну и плюс, поскольку мультиагентность, то это все меняется в зависимости от, ну, чисто уже анархистской идеи, да, много людей, много агентов, причем он всегда подчеркивает человеческих и нечеловеческих, он говорит, живых и неживых агентов, машин, участвует в создании новых отношений. Ну, и он анализирует это на примере фабрики. Фабрики без машин, фабрика с машинами и связность на фабрике. Если слабое звено, мужик не подвел дров или мешков с хлопком, какой-то там аутсорсинговый мужик, то вся фабрика остановится. Соответственно, в этой организации нет слабого звена, которое можно выбросить. Соответственно, здесь нет привилегированной позиции. Модель должна все время учитывать свою, ну, как бы, свою периферию. То есть, она должна быть открытой и постоянно способной принять вот эти новые операции. И тогда это все, ну, собственно, теория систем становится проблемой. Да, он ее вводит, вводят как бы в такой авангардной революционной ситуации. Вся эта модель очень мало понимается и очень быстро переинтерпретируется уже в таких вот тяжеловесных, субстанциональных понятиях. Как бы дух, власть управляет материей. Да, и вот это, собственно, и есть то отбрасывание, которое не позволило богдановской модели продолжать ну, как бы, активно работать. Хотя они очень много сделали за 20-е годы, потому что и Луначарский, и Калантай, и вообще очень много людей, это, в общем, экономисты. Бухарин, собственно, это все круг Богданова. То есть сама модель НЭПа, это тоже богдановская концепция равновесия элементов и регистров. То есть они вводили массу вариантов собственности, между которыми должен был устанавливаться баланс. И, соответственно, это машина властная, политическая, это машина по наблюдению за балансом. Автополитическая машина в системе неэссенциализированных и не абсолютных экономических укладов. неэссенциализированных это вот все про Богданова. Сегодня я еще с большим интересом читала Ломана, потому что он разбирает историю и проблемы теории систем. Потому что если в России это вернулось, ну, вообще в политике это вернулось опять к данности и к универсальности и управлению, то в теории там было все сложнее, потому что теория систем проходила через ну, как бы узкий круг ученых, ну, сначала через математическую модель, потом через социологическую модель, и каждый раз Блуман подчеркивает, что это были по-разному понимаемые отношения между системой, средой, как бы данными, управлением, кто управляет, внутри системы управляет, среда управляет. И, в принципе, вот эти вот все теоретические битвы середины 20-х годов очень похожи на политические битвы, потому что кто управляет, государство управляет, власть управляет, или в качестве сверх такой среды, которая нам непонятно, но она вынесена, да, то есть из теории систем можно даже переинтерпретировать вот эти властные модели, там, тоталитарные, либеральные и так далее. Ну, то есть теория системы такая интересная штука, аналитическая, и, по-моему, это говорит Ломан в 60-е годы, что теория систем является интеллектуальным завоеванием, которое позволяет ему, ну, как бы иначе посмотреть на историю, да, предложить другую методологическую инструментальность. Ну, вот, может, я пока на этом остановлюсь, потом я, может, когда-нибудь еще попытаюсь въехать, или, может, не у меня картинка предложения есть. я тоже была удивлена тому, что и Богданов, и Харовой, и Луман появились вместе, ну, и, ну, да, вообще такой интересно было, потому что семинар, да, три разных системы рассматривает, и сразу же начала я, конечно, их сравнивать, и при сравнении Богданова с Харовой получалось у меня по разным параметрам то, что они различны, они вообще не согласны по ним. Ну, и в таком, из-за того, что такое, ну, это вызвало у меня, еще более усилило вот это интерес к тому, что все-таки они оказались вместе в названии этого ивента, и я начала искать способ создать такую классификацию, где все-таки можно будет найти что-то общее, то есть потом я уже узнала, читая Богданова, то, что такая классификация, включающая в себя промежуточное звено, которое позволяет объединить, это называется ингрессия, и вот у меня предложение такое, такое, вот я сделала вот такую табличку, табличка ингрессия, так называется, вот, и предложение у меня коллективное заполнить, коллективно заполнить, то есть вот, то есть то, что уже, ну, то, что приходит в голову с системой классификации, в общем, которая я взяла, единицы классификации, которые слева в столбике, они взяты просто из-за, из феминистской философии, они общефилософские, то есть можно было другую, конечно, критерии взять, но здесь получились, получились такие, вот, и по ним можно, можно коллективно, коллективно заполнять сейчас эту табличку, вот, например, существует ли граница живое, мертвое, там, органическое, неорганическое, для Богданова, нет, там, ну и так далее, вот если нет, там оставляют. Но мы-то не можем заполнять, потому что у нас нет мышки туда ходить. Так вы же можете голосовать, говорить, а я буду а я буду отмечать. Ну да, скорее у Богданова обоих нет границы между жилым и мертвым. Ну вот, и еще элемент, который мне позволил объединить, все-таки Харова и Богданов для меня очень разные, но потом я вспомнила вот еще то, что у нас еще вот такой элемент есть. И вот уже с Карен Барат, когда я начала сравнивать Богданова, гораздо больше по этим, по этим данным параметрам было сходство. Наверное, с созданием 25-го года. Не знаю, я как с этим, с 13-м, может быть, там по-другому было? Ну да, постгуманистичность. Это совсем по-другому, это очень интересно, скорее всего, я не уверена, это моя гипотеза, что это все, ну, по-моему, 25-го года, это уже чуть ли не посмертное издание, в котором Богданов почти не принимал участие, и возможно, что из Богданова были вымыты все, как бы все это гуманистическое было вымыто, чтобы просто ослабить его и сделать более легкое мероприятие для Крикина, мне так кажется, потому что в итоге дальше в традицию он идет как философ, неправильный философ, которого нужно критиковать, ну, в советской философии, насколько я понимала. Ну да. Ну вот, в общем, такое предложение таблички, если можно сейчас, можно потом, не знаю, если интересно вам заполнить, мне было бы просто супер, конечно, такую общую табличку. А вот мне не хватает еще, что является медиатором. Мне кажется, что у Богданова, у Харовой и у Барат медиатором оказывается машинность, потому что это соединение практики операций материальности, собственно, и дискурсов, которые позволяют делать вот эту медиальную прослойку наиболее разнообразной, как бы наиболее гетерогенной, потому что здесь есть понятные материальности, дискурсивности, и таким образом мы убегаем от редукции к производству товаров, к финансовому, к стоимости и к языку. То есть это просто открывается фильтр, который позволяет опосредованию быть наиболее ну как бы обогащенном. Понятно. А может быть мы тогда послушаем всех, кто хочет сказать, и потом будем заполнять табличку, да, или как? Ага, да, и я потом еще немножко попробую лумановский анализ истории системного знания. как-то системной методологии рассказать. Мне ее выключить или оставить? Ну, а кто у нас еще хочет поговорить? давайте пока выключим, а потом вернемся. Слушай, я тут не семинаюсь самым причем не пока. Кто-то у нас еще интересуется ну как бы Багдановым теорией систем, ну и потом очень важно, что мы же считаем это в перспективе собственно современной культуры, да, да, это science, поэтому нам очень важны моменты операции, информации, моделирования и вариативности моделирования. у кого-то есть какие-то мысли или мы можем просто пойти дальше клики на таблички или можем перед заполнением таблички кратко проговорить основные тезисы всех трех авторов, чтобы ее заполнять и чтобы выровнять знания у всех, если кто-то не читал какой-то из текста. Окей. Мне кажется, параметры можно прямо ой. Аллаше хотела что-то про Лумана сказать до таблички или нет? Саша, привет. Я с удивлением обнаружила, что я давно искала вот какую-то такую аналитику разного типа систем, как это складывалось в истории, потому что в Богданове ну как бы всего слишком много. И это первый заброс, и у него как у пророка можно ходить в любую сторону, не очень понятно куда. Да, да, абсолютно. И значит, Луман смотрит на это все, ну он человек, родившийся в конце 20-х, значит, он встречает как интеллектуальный такой уже мощный мыслитель, он встречает 68-й год. И оттуда начинается его вот это переосмысление ну социологии, антропологии, экономики и так далее. Значит, и он говорит, что первое столкновение с системным мышлением, значит, он говорит, что это интеллектуальное завоевание, но первые системологи полагали, что системность формируется через повторяемость закрепления. Это он имеет в виду Парсонса, первый системный функционализм. Потому что если мы полагаем, что у нас нет ни универсальности, ни заданности, ни законов истории, не само дано, то мы можем двигаться только через те функции, которые все время воспроизводятся. И тогда универсализируется системный функционализм. Но у этого возникает сразу проблема. Вот если он смотрит на американское общество, оно очень жестко системно организовано. дальше он смотрит, что в этом обществе нарастает сильное сопротивление, расовое, гендерное и так далее. Он видит, что такая жесткая функциональная система приходит к антропии. То есть там все замыливается, все схлопывается и получается такой клубок репрессивных вещей, функций, которые не могут себя перезапустить. И тогда для Парсонса это как бы не рабочая проблема. Он сделал такую жесткую функциональную модель. Но для его последователей, особенно в районе 68-го года, это очень жесткая проблема. И тогда они пытаются ее решить через перетягивание системы и среды. Почему закрытая система и вообще где она находится? И каким образом вот эту контингентность для Парсонса просто вопрос контингентности стоял, оснований не было, но была жесткая функциональная модель. И он выбрасывал среду из аналитики. И здесь значит среда входит. входит разными способами.